На своей волне в Ангельском доме престарелых открыли собственную радиостанцию. Кто у микрофона? Улучшать отношения с Россией призвала канцлер Германии. Об этом она заявила в Белом доме. Накануне Ангела Меркель прилетела в США и впервые встретила с президентом Дональдом Трампом. Итоги переговоров лидеров США и ФРГ сегодня активно обсуждают мировая пресса. Но едва ли не больше внимания, чем заявления политиков, а их было немало, привлек конфуз. Во время протокольной съемки Дональд Трамп не пожал руку Ангели Меркель. Президента об этом попросили фотографы, но американский лидер никак не отреагировал. В остальном Трамп был подчеркнуто вежлив, лично встретил канцлера на крыльце Белого дома и даже приобнял, несмотря на явно прохладные отношения политиков. Во время предвыборной кампании президент нелестно отзывался о Меркель, а она жестко раскритиковала его миграционную политику. Сейчас лидеры о конфликтах старались не вспоминать, а искали точки соприкосновения. Что касается прослушки со стороны ушедшей администрации, ну, по крайней мере, у нас есть что-то общее. Трамп подчеркнул совместный вклад Европы и США в борьбу с терроризмом. Общим оказалось и отношение политиков к минскому процессу. США поддерживают урегулирование конфликта Киева с Донбассом и высоко оценивают усилия Германии и Франции. О мирном решении говорила и Ангела Меркель. Я была очень рада узнать, что администрация США и лично президент привержены минскому процессу. Нам надо найти решение этой проблемы. Надо найти безопасное и надежное решение по Украине, но отношения с Россией также должны быть улучшены, когда сложившаяся ситуация прояснится. Минские договоренности – это хороший базис, но, к сожалению, мы пока не достигли того процесса, на какой рассчитывали. Трамп объявил Меркеля о серьезной поддержке НАТО. Канцлер, в свою очередь, обещал повысить финансирование военных. В ближайшие годы Германия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП. В Эстонии высадились 130 военных НАТО, а не авангард нового батальона Альянса, который будет постоянно находиться в стране. Отряд разместят в городке Тапа. Это в 100 километрах от российской границы. Всего в состав группировки войдут больше тысячи человек. В основном англичане, а также французы и датчане. В ближайшие недели им привезут танки, бронетранспортеры и беспилотники. Окончательно батальон укомплектуют в мае. В 2016 году на саммите в Варшаве Альянс решил разместить войска в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Российские саперы начали работать в Пальмире. Только за первый день обезвредили больше 120 мины и фугасов и нашли два склада с боеприпасами. Военные обследуют исторические жилые кварталы. Всего специалистам нужно обезопасить около 900 гектаров. Это займет примерно полтора месяца. Город заминирован практически полностью. Саперы обследуют улицы и здания при помощи специального оборудования. Там, где оно бессильно, помогают собаки. Только они могут найти взрывчатку без оболочки. Площади заминированы особенно очень сильно в городе. Несколько поменьше в исторической части. Но я хочу сказать, что заминированы те объекты, которые представляют определенную историческую ценность. Поэтому, соответственно, саперам приходится терять немножко времени на выполнение вот этих задач, чтобы сохранить эти участки территории. Сирийские войска при поддержке российской авиации вновь взяли под контроль Пальмиру в начале месяца. С декабря город удерживали террориста. Сегодня житель Орловской области Вадим Полехин вновь ждет известие из местной администрации. Отец четверых детей не теряет надежды, что получит положенное по закону. Квартиру на третьем этаже чиновники дали только в прошлом году. И то по решению суда. Но семья с ребенком-инвалидом называет это жилье не иначе, как насмешкой. Наш корреспондент Ольга Чернова разбиралась в вопросе и даже попыталась помочь. Наталье Полехиной было 36 лет. Мать четверых детей умерла от внутреннего кровотечения, спровоцированного внезапно открывшейся язвой желудка. Ее муж считает, виной всему постоянные стрессы. Борьба матери за право их сына-инвалида на положенное по закону жилье стоила ей жизни. Переживала она очень сильно. Она после каждого суда приходила и плакала, сидела. У нее истерика была, потому что ее унижали до такой степени. Довели чиновники ее до этого. Как объяснить детям, что мамы больше нет, отец не знает. Для малышей она в больнице. Накануне смертельного приступа у Натальи состоялся очередной неприятный разговор с местными чиновниками, обвинившими ее в завышенных требованиях. Дети вспоминают, как мама плакала. Мама говорила, они меня эти чиновники уже достали. Они ютятся в однокомнатной квартире бабушки. По закону, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют право на внеочередное получение жилья. Бабушка возмущена не то, что квартиру. Положенную выплату добиться невозможно. Должны на четвертого ребенка давать 174 тысячи. До сих пор не дали. Наталья ходила пять или шесть раз, оформляла документы. Полехины стоят в очереди на жилье с 2010 года. Им пришлось обратиться в суд. Судебная битва с чиновниками затянулась на год. Решение предоставить многодетной семье квартиру вне очереди. И тут, по словам Вадима Полехина, началось новое хождение по мокам. От предложенного жилья отказались говорить, перевозить детей в холодную квартиру, где не открываются окна, а плесень на стенах залеплена обойми. Они не имели права. К тому же дом далеко от остановки, больницы и школы для детей-инвалидов, где учится сын. И главная проблема – третий этаж. Девятилетнему Ване, страдающему ДЦП, преодолевать лестничные марши очень тяжело. Глава поселка считает – это капризы. Надо семье вселяться, обустраивать эту квартиру. Вадим Полехин вздыхает. Опять издевательства. Также игнорировали и просьбы о помощи его жены. И свидетели есть. Как бы моей женой издевались. Этого не было. И царство небесное умершее. Убитый горем отец ждет очередного суда. Говорит, обязан защищать права детей до конца, как и его супруга. Многодетная мать билась, как могла, писала во все инстанции. В сентябре прошлого года попала на прием к губернатору Орловской области, который пообещал жилищную проблему решить. Но вместо квартиры чиновники предложили заменить окна в жилье, от которого семья отказалась. А потом и вовсе о своих обещаниях забыли. А юргер, да, с этим оставались. Я вам представилась. Как вас зовут? Я не обязан вам представляться. Добиться ответа от губернатора Вадима Потомского было непросто. Узнав, какой вопрос нас интересует, его помощники сообщили, глава области недоступен в Москве. Проверять, где он находится, пришлось с боем. Вадим Потомский оказался на рабочем месте. По его сведениям, обязательства перед нуждающейся семьей выполнены. Эта семья была на контроле. И у меня на самом деле были с ней нормальные разговоры. Она на самом деле поверила, потому что мы эту работу делали. Мы не обманывали ее. Почему обещания остаются только на словах, губернатор не ответил. Сообщив, он не знал, что предложенный вариант в поселке не подходит для ребенка-инвалида. Как я смогу со знаменки увозить ребенка и обслужив всех детей? Ну, проблема на самом деле существует, она очень серьезная. Мы будем решать со своими службами. Будем находить какой-то выход. Губернатор заявил, что не несет ответственности за воспитание своих подчиненных. И вновь оправдание, отговорки и очередные обещания вместо срочной помощи многодетному отцу-одиночке. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Андрей Островерхов и Юрий Лисных, телекомпания НТВ, Орловская область. Улучшение кредитного рейтинга России международным агентством Standard & Poor's говорит о высокой оценке экономических мер правительства. Об этом заявил министр финансов. Антон Силуанов подчеркнул, что стране удалось снизить зависимость от внешних факторов. Накануне СНП улучшила прогноз по суверенному рейтингу России до позитивного. Агентство ожидает, что экономика страны вернется к росту и адаптируется к нефтяным ценам. И отмечает низкий госдолг России. Силуанов уверен, что дальнейшие меры правительства способствуют экономическому росту и еще больше повысит рейтинг нашей страны. Миллионы россиян сегодня отмечают третью годовщину воссоединения с Крымом. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Шествия, концерты и салют запланированы не только на полуострове. Во Владивостоке торжественный митинг начался с залпа у мемориала боевая слава Тихоокеанского флота. Поздравляя горожан с годовщиной воссоединения, губернатор предложил сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами. На набережной собрались более 17 тысяч человек. И пока многие студенты местных вузов только планируют путешествие на полуостров, люди старшего поколения делились своими впечатлениями о Крыме. Благодаря в том числе народу Севастополя, народу Крыма, мы сегодня не только историческую территорию, скажем так, просто возвратили, понимаете. А мы сегодня решили массу проблем, связанных с тем, что Россия единая, связанная не только с большой территорией Урала и Сибири, она связана своими историческими корнями с нашим Крымом. Праздновать воссоединение Крыма с Россией сегодня будут во всех крупных городах. В Красноярске стартовал фестиваль «Крымская весна». В городском парке выступили местные творческие коллективы, прошли квесты и викторины, посвященные географии и истории Крыма. В Иркутске на площадке перед Дворцом спорта ветераны боевых действий Чечне вместе с согласным правительством проводят митинг-концерт. А в Москве на Васильевском спуске грандиозное праздничное шоу начнется ближе к вечеру. Какое отношение имеет король поп-арта Энди Уорхол к вымирающим животным, теперь знают в Дарвиновском музее. Выставка о шелкографии великого художника, на которых изображены краснокнижные звери, открывается в Москве. Серию работ Уорхол создал более 30 лет назад по просьбе своих друзей и защитников дикой природы. Сергей Сыркин увидел шедевры. Сам художник со свойственной ему иронией называл эту серию работ «животные в макияже». И кажется, найти более вызывающий, вызывающий тревогу макияж будет сложно. Каждый оттенок, выбранный классиком поп-арта, буквально кричит об опасности. Африканский слон на контрасте с зеленым вызывающий розовый. Когда Уорхол его раскрашивал, популяция животного была вдвое больше. За последние 30 лет уничтожены 60% особей. Написав в свое время главные иконы американской поп-культуры 20 века, Монро, Пресли, консервную банку с супом, за 4 года до смерти он взялся за образы, понятные всему миру. И на куда более широком отрезке времени. После покушения на него в 1968 году, когда он пережил клиническую смерть, у него стали появляться такие более серьезные, что ли, подоплеки. Тема смерти очень его интересовала. Тема опасности, какой-то грани между жизнью и смертью. И здесь в этих изображениях есть какая-то застылость, немножко пугающая. Из 10 шелкографий, отпечатанных с оригинальных трафаретов Уорхола, российским зрителям особенно близки будут три. Белоголовый орлан, хоть и является символом США, обитает и на российском Дальнем Востоке. Снежный баран в снегах Якутии. И, конечно, амурский тигр. Обратная сторона искусства и реалии жизни. Все работы Уорхола сотрудники Дарвиновского музея снабжили справками. 95% мировой популяции амурского тигра обитает на Дальнем Востоке. Это всего 450 особей. Основные причины исчезновения – уничтожение природных территорий, подрыв кормовой базы и браконьерство. Написать эту серию американского художника попросили его друзья – зоозащитники Рональд и Фрейда Фельдман. Может быть, этот человек, который привлечет именно вот эту современную живопись, захочет и прочитает, вообще посмотрит, а почему вообще именно эта дверь, а почему там черный носорог, а почему амурские тигры. С ужасом узнает, что черного носорога уже нет. Любителям естественных наук стиль Уорхола может показаться слишком психоделичным. Но даже сотрудники Дарвиновского музея оценили точность эмоций. Выставка не про красоту природы, про то, что человечество с ней делает. Работы американского классика продолжают год экологии в России. Вымирающие виды Дарвиновский музей будет выставлять следующие два месяца. Сергей Сыркин, Александр Аниськов и Сергей Дронов. Телекомпания НТВ. Москва. На своей волне в буквальном смысле сегодня живут в доме престарелых под Саратовом. Пенсионеры обзавелись собственной радиостанцией. Местные энтузиасты выиграли федеральный грант и реализовали давнюю мечту, вышли в эфир. Михаил Чернов узнал, как зажигают диско «Суперстар». Доброе утро, дорогие друзья. Вас приветствует радио «Луч». Кто здесь самый модный, так это радиодиджей Баба Люба. Ведь под звуки ее голоса просыпается и спешит на зарядку весь энгельский дом престарелых. Встали, улыбнулись, подтянулись. У нас даже радио проведено в каждой комнате. И вот когда я лежу, я ноги на койте делаю зарядку. Уникальный проект «Радио для пенсионеров» выиграл федеральный грант в миллион триста тысяч рублей. Но первый эфир получился комом. Голоса ведущих скрипели от помех. Говорили, что очень плохо, что где-то там замыкает, и голоса не слышно. Но еще пока же налаживали. А сейчас все хорошо. Динамики установили во всех жилых комнатах, холлах и столовой. И местная радиоволна разлилась по всему интернату. В качестве парадок для вас выскучили смерть звезды. Диджейский пульт оборудовали вместо библиотеки. Плейлист «Музыка по заявкам». Модный дабстеп здесь не в чести. В пенсионерском топе советские хиты. Кроме песен по заявкам, тематические программы и лекции по психологии и медицине, ведущий новостей Алексей Небога именно в радиоэфире нашел ту самую отдушину, заставившую забыть, как он сюда попал. А суббору уберла мерзость, стресс. И дочка моя не решила мне оставлять одного жить. Хотя условия вполне приимлемы были. В радиокружок они ходят вместе. Любовь Владимировна и Раис Зафирович познакомились именно на этой радиоволне. Звезда эфира «Кроссман» теперь и сама рассказывает про звезды, а потом еще раз пересказывает, чем кто не дослышал. Сегодня вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Дорогие мои цветоводы, время спешит и торопит к нам весну. Ведущая программы для садоводов Римма Семеновна Еремеева всю жизнь проработала бухгалтером, но с задатками оратора. У нас по пародии все громкоголосые. И я почему-то много выступала с трибун. Работала в таких организациях, где просили меня часто заменить то директора, то парторга и выступить вместо них. Вот я и выступала. Она первой в интернате освоила компьютер, и одной из первых пришла в радиокружок. И все ради внимания дочери, которая 9 лет назад привезла ее в дом престарелых. Она во всем меня понимает и поддерживает. Каждый раз звонит, спрашивает мама, ну что новенького. Михаил Чернов, Сергей Скворцов, Александр Танких, Владимир Хазов. НТВ, Энгельс, Саратовская область. Якутия на несколько дней стала самым рогатым регионом. Туда приехали оленеводы со всей страны, чтобы устроить гонки на оленях упряжках и без них. Эти кадры мы оставляем без комментариев. А я, Инна Николаева, прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok